2. Слова пророка Исаии «Было в лето, в год смерти царя Озии, видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном» Исаии 6.1 «И о том, что не должно оставлять без внимания ни времени, ни даже единой буквы божественных писаний, радуясь, видя вас, собиравшимися слушать божественные изречения, и считая это величайшим свидетельством вашего преуспеяния по Боге, как аппетит служит знаком здоровья телесного, так любовь к духовным изречениям служит знаком здоровья душевного. Поэтому радуюсь, но вместе и боюсь, что я не буду в состоянии доставить вам ничего достойного этого желания. Так и любящая мать скорбит, когда, имея грудного младенца, не может доставить ему источников молока в изобилии. Но хотя она имеет его и недостаточно, однако дает грудь. А младенец взяв тянет и вытягивает ее, и, согревая устами охладевшие сосы, старается излезть себе пищи больше, нежели есть в них. Мать чувствует боль от терзания сосов, но не отталкивает младенца, потому что она мать и готова лучше перенести все, нежели огорчить дитя свое. Если же матери имеет такую любовь к своим детям, то тем более нам нужно иметь такое расположение относительно вашей любви. Скорби рождения духовного, пламени скорби рождения естественного. Итак, хотя наша трапеза очень скудна, но мы не скроем и ее. Но вынесем все, что есть у нас на середину, и предложим вам. Хотя ее мало и скудно, но мы предлагаем. Так и тот, которому уверен был талант, не за то был осужден, что не представил пяти талантов, но за то, что я один, полученный им, зарыл землю, за это он и был наказан. И Бог, и люди требуют немалого или многого, но того, чтобы приношение было никак не меньше настоящей силы. Вы слышали прежде, когда мы удостоились беседовать с вашей любовью, когда мы читали тот псалом, который, извергая грешника из священной ограды, призывал ангелов и горней силы славословить Бога всех. Хотите ли и сегодня слышать самую ангельскую песнь, став там где-нибудь близко? Я думаю, и хотите. Если негодные люди, составляя хоры на площади среди глубокой тьмы и безвременно по ночам, воспевая блудные песни и соблазнительные стихотворения, поднимают и привлекают к себе весь наш город, то когда небесные сонны, горние лики, воспевают царя вселенной, неужели мы не соберемся слушать их божественного и блаженного песнопения? Иначе какое может быть нам прощение? Но как можно, скажешь, слушать их, вошедши на самое небо, если не телом, то умом, если невидимым присутствием, то мыслью? Наше тело, будучи земляным и тяжелым, естественно, остается внизу. Но душа, свободно от такой необходимости, легко возлетает в высочайшие и возвышеннейшие области. Она захочет ли достигнуть самых крайних пределов вселенной или зайти на небо, не встречает никакого препятствия. Столь легкие крылья мыслей дал ей Бог. И не только легкие крылья. Он дал ей, наделил ее и очами, которые смотрят гораздо острее очей телесных. Зрение телесное, когда устремляется сквозь пустой воздух, проникает на большое расстояние. Но когда встречает малое тело, тогда, подобно потоку, задержанному в своем течении, обращается назад. А зрение души хотя бы встречало стены, крепости, громады, гор, и самые тела небесные легко проникает все. Впрочем, при всей своей быстроте и остроте зрения, душа сама по себе не в состоянии постигать предметов небесных, но имеет нужду в руководителе. Сделаем же то, что делает желающий посмотреть на царские чертоги. Что же они делают? Они, отыскав того, кому вверены ключи от тамошних дверей, приступают к нему, беседуют с ним, упрашивают его, а часто дают и серебра, чтобы расположить его к себе. Приступим же и мы к кому-нибудь из тех, которые приставлены к вратам небесным. Будем беседовать с ним, будем просить его, покажем вместо серебра добрую волю и искреннее расположение. Если он примет это вознаграждение, то, взяв нас за руку, проведет везде. Покажет не царские чертоги, но самого царя сидящего, окруженного воинствами и военачальниками, тьмами ангелов и тысячами архангелов. Все он покажет нам подробно, сколько нам возможно видеть. Кто же это? Кому верено такое служение, при помощи которого мы хотим теперь идти? Исайя, громогласнейший из пророков. Итак, необходимо вступить в беседу с ним. Следуйте же тихими шагами, в совершенном молчании. Никто не входи сюда с житейскими заботами, никто с рассеянностью и смущением, но оставим все это за первыми дверями и таким образом все войдем сюда. Мы входим в царские чертоги небесные, вступаем в светлые области, внутри они исполнены великого молчания и неизреченных тайн. 392. Наслушайте внимательно. В тени Писаний есть откровение неба, и было в год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. Видишь ли услужливость благосклонного слуги, он тотчас привел нас в предцарский престол, не проводя наперед длинными обходами, но как только отворил дверь и уже и показал прямо сидящего царя. И Серафим, мы говорим о крест его шестикрылые, и у каждого шесть крыл, и двумя крыльями покрывали лицо, двумя покрывали ноги свои, двумя летали, и взывали друг к другу, говоря, Свят, 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 Господь Саваоф, поистине, Свят Тот, кто удостоил наше естество столь многих и столь великих таинств, что сделал нас участниками в предметах столь непостижимых. Страх и трепет объемлет меня при этой песне. И удивительно ли, что чувствую это я, бренный и происшедший из земли, если самые горние силы постоянно объемлет величайший ужас? Потому они и отвращают лица свои, употребляют крылья вместо ограды, не вынося исходящих оттуда лучей. Но скажешь, являемое было снисхождением, как же они не выносили его? Мне ли ты говоришь это? Скажи тем, которые следуют непостижимое и блаженное естество, которое дерзает на то, на что дерзать не должно. Но Серафимы не смели смотреть даже на снисхождение Божие. Как же человек дерзнул сказать, или лучше, как человек дерзнул подумать, что он может точно и ясно познать то чистое естество, которое недоступно созерцанию даже херувимов? Трепещи небо, ужасайся земля, это дерзость больше дерзости их, иудеев. Как нечестиво поступали тогда те, так нечестиво поступают теперь и эти. Они одинаково поклоняются твари. Но что выдумали теперь эти, того никто из тогдашних людей не смел ни сказать, ни слушать. Что говоришь ты? Явление было снисхождением, да, но снисхождением Божиим. Если Даниил, имевший великое дерзновение перед Богом, не мог смотреть на ангела, не шедшего к нему, но пал и лежал преклоненным, так как связи зрения его ослабели от этой славы, то удивительно лишь, что ужасались Серафимы, не выносят созерцания той славы. Не столько расстояние между Даниилом и ангелом, сколько между Богом и этими силами. Впрочем, чтобы и нам, останавливаясь слишком долго на этих чудесах, не навести ужаса на ваши души, обратимся к началу рассказа и будем назидать душу менее высокими предметами. И было в год смерти царя Озии. Прежде всего, нужно узнать, для чего пророк означает нам время, так как не без причины и не напрасно он делает это. Уста пророков суть уста Божьи, а эти уста не говорят ничего напрасно. Не будем же и мы слушать без внимания, если те, которые выкапывают металл, не пренебрегают и малыми частицами, но когда нападают на золотую жилу, тщательно осматривают ее ветви, то не гораздо ли более мы должны делать это с писаниями. В металлических рудах бывает весьма трудно найти желаемое, потому что металл и земля, и золото есть не что иное, как земля. Общность природы искомых вещей обманывает зрение, и однако при всем том, золото промышленники не оставляют дела, но обнаруживают всякую тщательность, и сматриваясь узнают, что действительно земля, и что действительно золото. А с писанием не бывает так. Здесь предлагаются не смешанное с землей золото, но чистое золото. Слова Господни, Псалмопевис, слова чистое, серебро переплавленное взят земли. Писание не металлы, требующие обработки, но они доставляют готовое сокровище тем, которые ищут богатство, заключающегося в них. Достаточно только приникнуть к ним, чтобы отойти, исполнившись всякой пользы. Достаточно только открыть их, чтобы такчас увидеть блеск этих дорогих камней. Не напрасно я сказал это, и не без причины распространился об этом, но потому, что есть коварные люди, которые, взяв в руки божественные книги и увидев счет времени или перечисления имен, точно составляют их, и укоряющим их говорят, здесь одни только имена и нет ничего полезного. 393. Что говоришь ты? Бог вещает, а ты смеешь говорить, что в сказанном нет ничего полезного. Если ты увидишь одну только простую надпись, то скажи мне, не остановишься ли ты на ней со вниманием и не станешь ли исследовать заключающуюся в ней богатство? Ну что я говорю о временах, именах и надписях? Посмотри какую силу имеет прибавление одной только буквы и перестань пренебрегать целыми именами. Патриарх наш Авраам действительно он принадлежит нам, нежели иудеям. Сперва назывался Авраамом, что в переводе значит странник, а потом будучи переименован в Авраама стал отцом всех народов. Прибавление одной буквы доставило праведнику такое преимущество. Как цари своим наместникам дают золотые таблицы в знак власти, так и Бог тогда придал праведнику эту букву в знак чести. 394. Впрочем, об именах я скажу в другое время. А теперь нужно сказать о том, как полезно знать времена событий и как вредно не знать их. И, во-первых, докажу это житейскими делами. Договоры и записи о браках, о долгах и о других обязательствах не имеют никакой силы, если на них не будет написано вверху времени консульства. Она дает им силу, она предотвращает споры, она избавляет от судилищ и делает врагов друзьями. Потому те, которые пишут их, в заглавии бумаг выставляют консульство, как свечу на светильнике, чтобы оно было видно всем подчиненным. Если ты уничтожишь это, то отнимешь свет и исполнишь все мрак и великого смятения. Потому всякое дело об отдаче и получении и с друзьями, и со врагами, и с рабами, и с попечителями, и с управителями требует этого удостоверения. И всегда мы прописываем внизу и месяцы, и годы, и дни. Если же в делах житейских, эта заметка имеет такую силу, то в делах духовных она гораздо важнее и полезнее. В пророчествах она показывает, что они пророчества. Пророчества есть не что иное, как предсказание будущих событий. Поэтому кто не знает времени, к которому относится сказанное или случившееся, тот как может доказать спорящему достоинство пророчества. Отсюда у нас борьба и победа над язычниками, когда мы доказываем, что наше учение древнее того, которое у них. Отсюда у нас доказательство истины и против иудеев, против жалких несчастных иудеев, которые по незнанию времени спали в величайшее заблуждение. Если бы они слушали слов патриарха, что не откудеет князь от иуды, и вождь отчресл его, доколе не придет примиритель исполнения времени, и если бы внимательно исследовали времена его пришествия, то не отпали бы от Христа и не предались бы антихристу, как и сам Христос, внушая им это, сказал, «Я пришел во имя отца моего, и не приняли меня. Когда придет другой во имя свое, того примите». Иоанн 5.43 Вишни, какое произошло падение от незнания времен, не пренебрегая же такую пользою, как на полях межи и столбы не позволяет смешивать пашни, так времена и годы не позволяет смешивать одни события с другими, но отделяя их друг от друга и располагая в надлежащем порядке, избавляет нас от великой запутанности. Итак, нужно сказать вам, кто был этот Озия, когда он царствовал, над кем царствовал, сколько времени продолжалось его царствование и как он кончил жизнь. Лучше было бы замолчать, потому что необходимо пуститься в беспредельнейшее море исторических повествований, но тем, которые намерены отправиться в это море, нужно отправляться в путь с пловцами, не с утомленными, а свежими силами. Для того, везде на море существуют пристани и острова, чтобы отдохнул кормчий гребец, один отложив весло, другой оставив руль. Для того, везде на дорогах и придуманы гостиницы и постоялые дворы, чтобы и вьючные животные и путники отдохнули от трудов. Для того, и слово учения положено время молчания, чтобы вам и себя не изнурить и вас не утомить продолжительностью речи. Эти времена знал Соломон, который говорил время молчать и время говорить. Итак, пусть будет для нас время молчания, чтобы для учителя было время глагол они. Наши слова подобны вину недавно почерпнутому источило, а его слова подобны вину старому и долго стоявшему, которое доставляет нуждающимся великую пользу и крепость. Так что сегодня повторилось известное евангельское событие. после худшего вина приносится лучшее. И как то вино произошло не из винограда, но произвела его сила Христова, так и его речь изливает не человеческий ум, а благодать духа. Если же потоки ее обильны и духовны, то будем принимать их тщательно и хранить березливо, чтобы постоянно орошаясь ими, мы могли произносить зрелые плоды дарующим их Богу, которому подобает всякая слава, честь и народным его сыном и святым духом ныне пресно и во веки веков. Аминь.